Физкульт привет! В эфире спортивная среда. Вашим проводником в мир ивановского спорта сегодня буду я, Наталья Гутарина. Отличная новость для всех, кто неравнодушен к активному отдыху. Городской проект Чемпион 37 завершает летний сезон, но занятия продолжатся и в холода. Более того, организаторы подготовили для участников сюрприз. Самая интересная фишечка, которая ждет всех любителей спорта в этом году, конечно же, это предельные мероприятия, во-первых, на опорных площадках. В качестве опорной площадки остается у нас спортивный комплекс «Автокран», где каждую субботу по разным видам спорта проходят открытые мероприятия и занятия. В качестве площадок будут использованы после голосования залы учреждений образования. И в этом новом году, в новом сезоне, мы предлагаем спортивным федерациям и фитнес-клубам проводить дни открытых дверей. Таким образом, мы приглашаем горожан на базу фитнес-клуба, на базу спортивной федерации, с тем, чтобы они оценили уровень оборудования, уровень оснащенности, поговорили с тайнерами, с воспитанниками. Таким образом, более внимательно и детально отнеслись бы к тому, каким образом организована работа той или иной спортивной организации. Проекту «Чемпион 37» уже два года. Этим летом был побит прошлогодний рекорд. Спортивным федерациям и фитнес-клубам удалось провести более 250 открытых тренировок, в которых приняли участие порядка 4 тысяч ивановцев. Новый дом Ивановского кикбоксинга открылся в минувшие выходные. Интерес к этому виду спорта в областном центре был всегда. Были и победы на соревнованиях различных уровней. Не было только одного – своей тренировочной базы. Просторное и светлое помещение в центре притяжения кикбоксерам досталось в неблагоустроенном состоянии. Федерация за свой счет его отремонтировала и оборудовала всем необходимым для тренировок. Ринг, подушки, снаряды. Добавятся еще снаряды, порядка десяти снарядов. Они будут такие же, как этот синий снаряд, длинный для отработки ударов ногами. Потому что у нас и боксы, кикбоксинг, родные виды спорта. Поэтому тот же бокс, но для отработки ударов необходимы длинные мешки. Что еще? Если есть определенные задумки, не хочу просто в раньше время ее не озвучивать, ни себя, ни других обнадеживать, обманывать. Но есть задумки, которые мы воплотим реальность, приобретем это оборудование, которое повысит профессионализм спортсменов и придет их на чемпионский пьедестал. Теперь кикбоксеры не зависят от временных рамок, которые раньше выставляли им владельцы арендуемых залов. Тренировки в новом центре уже начались и проходят практически в режиме нон-стоп. У нас увеличиваются часы, тренировки у нас идут с утра и до вечера. Соответственно, желающих значительно больше стало, которые хотят прийти, тренироваться. И благодаря этому уверены, что сборная города Иваново, Ивановской области, сможет выступать на серьезных соревнованиях в большем количестве и с достойными результатами. Выездной матч текстильщиков в минувшую субботу завершился поражением. Соперником красно-черных был курский «Авангард». Первый гол забили ивановцы уже на седьмой минуте встречи. Счет на табло оставался неизменным вплоть до 81-й минуты, когда судья зафиксировал нарушение со стороны нашего полузащитника в штрафной площади соперника. Хозяева поля реализовали пенальти, счет сравнялся. Точку в игре удалось поставить также игрокам «Авангарда» на 83-й минуте. Итоговый счет 2-1 в пользу хозяев. Следующий тур «Красно-черные» проведут также на выезде. 23 октября на московском стадионе спортивный городок Лужники. Ивановцам предстоит сыграть с непростым соперником – клубом «Чертаново», занимающим четвертое место турнирки. Ивановские киндоисты лучшие в стране. На минувшей неделе в Казани состоялся пятый чемпионат и первенство России по этому виду спорта. Участие приняли 23 региона. Юниорская сборная Ивановской области стала чемпионом турнира, победив в финале одну из сильнейших команд – сборную Новосибирска. Это самый главный старт на территории России для нас, потому что он объединяет себе представителей разных регионов по нашему виду спорта. И он являлся отборочным для отбора национальной сборной для участия в чемпионате Европы в следующем году. Наша подготовка была достаточно многоступенчатой, и мы, наверное, в течение последних двух лет очень методично подошли к подготовке ребят. У нас были и сборы, и выезды в другие города, и летний лагерь специально спортивный мы проводили, поэтому они все были готовы. Кенда развивается, и соперники, соответственно, каждый год все сильнее и сильнее, но и мы тренируемся, и стараемся. Конечно, это очень долгое время подготовок, лагеря, и благодаря команде и нашей общей работе мы выиграли. Ивановские чемпионы теперь кандидаты в национальную сборную. Окончательный состав ее утвердится в феврале следующего года, после спортивных сборов. Сильнейшие в составе главной команды страны в апреле отправятся в Норвегию на чемпионат Европы. На сегодня все. Будьте в спорте, будьте в курсе. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова